Уважаемые друзья, здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас с особенностями различных овощных культур. Сегодня мы хотим вам рассказать о культуре стевия медовая или медовая трава. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта культура, хотя и распространена в большинстве стран мира, в России довольно молодая культура. Буквально люди стали использовать эти культуры лет 10-15 назад, в принципе, уже и довольно успешно выращивают. Родина стевии – это Южная Америка. На языке местного населения индейцев из Парагвая означает медовое, то есть медовое растение. Я уже заметил, растения-то сейчас культивируются по всему миру и в последнее время стали частой культурой, регулярной культурой в условиях как юга России, так и средней полосы России у огородников. Стевия медовая или медовая трава – это вечно зеленое многолетнее кустальниковое растение на родине. В условиях средней полосы России это растение не зимует, поэтому эту культуру можно выращивать или как горшичную культуру. Но, в принципе, прекрасно растет также в открытом грунте, но при этом осенью, перед наступлением холодов, это растение необходимо выкапывать и перенести в более благоприятные условия, хранить зимний период и после зимнего периода можно уже обратно высаживать в грунт и также получить такие высокие растения. Второй вариант – можно высаживать в горшочек и, создавая благоприятные условия – это освещенность, температура, влажность – можно выращивать на подоконнике, на кухне и также получить нежные, молодые, сладкие листья и использовать их в кулинарии. В условиях средней полосы России растения обычно достигают высоту 45-90 см. Естественно, этот показатель в значительной степени зависит от условий агротехники, места расположения участка. Итак, стевия – это сладкая трава, в которой вместо сахара содержится комплекс сладких гликозидов. При этом энергетическая ценность практически равна нулю. Содержание сладких гликозидов в сухих листьях стевии первоначально достигало 5-6%. Это когда растение растет в дикой природе. Благодаря селекции и новых технологий выращивания у новых сортов стевии содержание гликозидов доведено до 10-15%. Стевиозид – основное сладкое вещество, содержащееся в листьях стевии. Кроме того, в листьях стевии содержатся аминокислоты, витамины А, группы В, С, Д, Е, К, флавоноиды, алкалоиды, эфирные масла и микроэлементы. Как сахарозаменитель стевию рекомендуют диабетикам, поскольку она регулирует уровень содержания сахара в крови, влияет на уменьшение холестерина и радионюклидов и способствует выработке поджеледочной железой инсулина. Активно используют листья стевии в косметологии. Растения помогают успешно бороться с лишним весом. Стевиозид – натуральный и полезный экстракт из листьев стевии, слаще сахара в сотни раз. Щепотка порошка стевии равна примерно одной чайной ложке столового сахара. Сейчас рынок трудно представить без продуктов переработки стевии. Особенно популярны это растения в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Китае, Японии, Корее, Таиланде, Тайване, Малайзии, Индонезии. В некоторых странах стевиозид, который накапливается в листьях стевии, занимает больше 40% рынка сладостей. Стевиозид не разрушается при нагревании, поэтому его используют для приготовления выпечки в горячих напитках. Кроме того, он замечательно показал себя при изготовлении маринадов, высушенных морепродуктов, рыбных и мясных продуктов, соевого соуса, так как смягчает рисковатый вкус поваренной соли. Стерия медовая размножается семенами, черенками, отводками, делением куста. При семенном размножении семена обычно высевают за 50-60 суток до высадки рассады. В связи с тем, что растение боится холодов, даже незначительные заморозки могут погубить растение. Поэтому оптимальный срок посева данной культуры для условий сиреней полосы России – это конец марта, начале апреля. И к моменту высадки как раз возраст рассады составляет около 55-60 суток. И, естественно, в открытый грунт растения высаживают в начале июня, когда уже мы не ожидаем возвратных заморозков. Если у кого есть возможность выращивать растения в контейнерах, в теплице или в комнате, естественно, эти растения практически можно сеять. Готовить черенки и так далее можно в течение всего года. Так как растение многолетнее, поэтому можно сеять и раньше, если создаем определенные условия. Температура, освещенность, влажность можно начинать сеять уже с февраля месяца. Даже в более поздние сроки – в июне, июле, в августе мы будем получать рассаду. Это в том случае, если растения мы выращиваем в защищенном грунте, в комнате. Оптимальное время посева для открытого грунта – это конец марта, начале апреля. Хочу сразу заметить, что семена стевии очень мелкие и при этом по своим биологическим особенностям имеет очень пониженную всхожесть. Максимальное бывает 50-55%. Поэтому при посеве семян необходимо учитывать этот момент и, естественно, увеличить норму высева семян, чтобы получить необходимое количество растений. В принципе, если даже вы получите всего лишь несколько растений, растение прекрасно размножается черенкованием. Буквально через 10-15 суток начинает формировать корневую систему. И буквально через 40-45 суток уже полученный укорененый черенок готов уже к высадке на постоянное место. При размножении черенками обычно берут верхучечную часть молодого побега высотой 6-8 см. И при этом необходимо срезать именно с нижней части между узли, так как наличие базальной части позволяет получать ускоренно укорененные черенки. На этой основе формируется кормевая система. Естественно, после этого вот эти приготовленные черенки мы высаживаем влажный грунт и создаем вокруг растения также высокую влажность. Предварительно подготовленные черенки дезинфицировать на марганцовке. И также можно дезинфицировать грунт, который мы будем использовать для высадки данных черенков. Стевия произрастает в различных типах почв, но при этом необходимо учитывать, что почва должна быть питательная, воздухопроницаемая, влагоемкая. Хотя культура стевии – это южное растение, но стевия не любит отсутствие влаги, даже на короткое время. Поэтому почва должна быть постоянно влажной и требуется регулярный полив. При отсутствии полива растения растут невысокорослые и при этом вкусовые качества теряются и растения становятся горковатыми. Кроме того, когда мы черенкуем и для выращивания рассадок, грунт должен быть также аэрированный, легкий. Поэтому для черенкования, во многих научных литературах это также указано, используем песок и перлит. И этого достаточно для укоренения черенков стевии. Кроме того, в научной литературе также указывается, что при выращивании стевии лучше не использовать торф, так как при высадке торфяной грунт растения себя чувствуют плохо, угнетенно, слабо развиваются. Поэтому лучше использовать, конечно, такие супесчаные почвы, легкие, дренированные, с хорошей воздухопроницаемостью и влагоемкие. Стевия – это южное растение, поэтому при выращивании необходимо участвовать его такую особенность, что он любит солнечное место. Чем больше света, тем сладче листья. Поэтому обычно размещают посадки стевии при выращивании как на юге, так и в средней полосе России в самое теплое и самое освещенное место. Оптимальная температура для роста и развития растений стевии и накопления значительного количества гликозитов – это 25-28 градусов. И, кроме всего, реакция почвы также должна быть ближе к нейтральной. Растение стевии не поражается ни вредителями, ни болезнями. В этом отношении культура очень привлекательна, так как не требуется никаких мероприятий по защите растений. Для посева семян стевии готовим смесь. Это состоит из двух частей песка и одной части припревшего перегноя. Можно добавлять также перлить, чтобы почва была более рыхлая, воздухопроницаемая. Семена очень мелкие, и поэтому после поверхностного посева семян, естественно, не забываем семена увлажнять. И после этого накрываем емкость стеклом или полиэтиленовой пленкой и держим температурные условия на уровне 24-25 градусов. В таких условиях семена обычно прорастают буквально через 5-7 суток. И после того, как семена проклюнулись и получили всходы, необходимо снимать пленку, стекло и емкость с сеянцами перенести в самое освещенное место. При этом необходимо забывать, что температуру надо держать на таком уровне, чтобы температура грунта и окружающей среды не опускалась ниже 15 градусов. В первое время, естественно, сеянцы стеви растут очень медленно. И при появлении двух-трех настоящих листьев сеянцы необходимо пикировать более объемный горшочек. Для этого достаточно горшки размером 8х8 или 9х9 см. И в таких горшках растение будет расти в течение полутора-двух месяцев и как раз формировать более мощную корневую систему. И рассада будет готова уже для высадки или в горшок более объемный, 5-7 литровый, или для высадки в открытый грунт. Ну, с горшком все понятно. Мы сказали уже, при высадке в горшок необходимо использовать горшок объемом 5-7 литров. Для растений первого года жизни это вполне достаточно. Если мы хотим высаживать растение в грунт, тогда необходимо оставлять между рядами 60-70 см, между растениями в ряду 35-40 см. При этом растения формируют довольно мощные многоветвистые кустарники, прямо стоячие. После высадки в грунт или в горшок в начале вегетации растения растут очень медленно. Практически до июля месяца на растениях формируется один такой главный стебель с боковыми побегами. А в дальнейшем рост растений усиливается и на растениях формируется от 5 до 10 таких мощных ветвей. Это обычно первый год. Если растения второго года жизни, тогда на растениях формируется большее количество боковых ветвей, и они иногда достигают 50-70 штук на одном растении. Вот эти растения растут у нас в условиях открытого грунта средней полосы России, в частности северной части Московской области. Видим, на растениях формировано 7 штук таких мощных побегов с многочисленными листьями и также молодыми боковыми побегами. Обычно растения начинают бутонизацию и цвести к сентябрю, в средине сентября. Но в течение нескольких лет мы уже выращиваем стевию. Обычно растения первого года жизни не формируют, не успевают формировать бутоны и цвести. А вот уже растения второго года, они уже формируют более мощные растения. Они раньше начинают отрастать и успевают цвести и формировать также большое количество листьев. Редактор субтитров А.Семкин Как свежие листья, так и сушеные листья можно использовать как в целом виде. Можно добавлять в чай, в различные настойки. Такие высушенные листья можно измельчить до пуражкообразного состояния и потом использовать при приготовлении различных выпечек, печенья. После сбора урожая, если растения у нас растут в горшках, вот срезанные на уровне 50 сантиметров, растения переносим в более прохладное помещение, подвал, где температуру поддерживаем на уровне 4-5 градусов. И также корневую систему мы поддерживаем постоянно влажно. И оптимальная влажность воздуха также вокруг растений должна быть на уровне 80-85%. А влажность грунта 17-20%. Поэтому этот нюанс необходимо учитывать, не переливать растения, чтобы было просто немножко влажновато. Если растения растут в грунте, после сбора урожая мы эти растения аккуратненько выкапываем, не сильно повреждая корневую систему. После этого переставляем растения в ящик, на дно ящика засыпаем землю около 5-8 сантиметров и переносим также в подвальное помещение, создаем также вот такие же условия, как для горшка. Если мы создадим вокруг растений оптимальные условия, я имею в виду, если мы выращиваем после выкопки растений или горшечных растений в комнатных условиях на балконе, это хорошая освещенность, температура на уровне 25 градусов, влажность вокруг растений, влажность грунта. И эти растения будут у нас расти и радовать вас нежными сладкими листьями в течение нескольких лет, так как уже мы отметили, это стевия медовая, это многолетнее, вечно зеленое, кустарниковое растение. Уважаемые друзья, вырастите стевию на огороде или на подоконнике, это хороший шанс решить проблемы со здоровьем у себя и у своих близких, не прибегая при этом к лекарствам. Выращивайте стевию и будьте здоровы! Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сюжеты. Сладких листьев в стевии вам, уважаемые друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok